Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Луки, глава 7, 31-35. Тогда Господь сказал, с кем сравню людей рода сего, и кому они подобны. Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят. Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам лачебные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет. И говорите, в нем бес. Пришел сын человеческий, ест и пьет. И говорите, вот человек, который любит есть и пить вино. Друг мытарям и грешникам. И оправданная премудрость всеми чадами ее толкования. У иудеев был род некоторой игры такой. Большое число детей разделялось на две части. И как бы в насмешку над жизнью. Одни на одной стороне плакали, а другие на другой играли на свирели. И не играющие не соглашались с плачущими, не плачущие с играющими. Господь и фарисеев представляют делающими нечто подобное. Ибо ни с Иоанном, ведущим плачевную жизнь и вводящим покаяние, не скорбели и не подражали ему. Ни Иисусу, показывающему приятную жизнь, не повиновались и не соглашались с ним. Но от обоих отстранили себя, не оказав сочувствия ни Иоанну, плачущему, ни Иисусу, играющему, отпускающему. И, наконец, мудрость Божия оправдалась, то есть, почтена не фарисеями, но ее чадами, то есть, принявшими учения Иоаннова и Иисусова. Ну вот теперь, что мы можем взять для себя из этого стиха? О чем здесь говорится? Как ты понял? Никак не понял? Да что-то отторобанил. Отторобанил, опять в одно ухо влетело, в другое вылетело. Вчера о чем читали? Вот перелистывай назад, вспоминай. Назад страницу перелистывай. Не надо вас оторобанить. Надо... Писание сказало, народ понимал прочитанное. Прочитанное. Надо и есть. Такое мнение о нем распространилось. То есть, он ходил... Ученики спрашивали у Иоанна, ты ли тот, или ожидать нам другого. А Иоанн указывал на Христа. И вот здесь, уже Христос сравнивает фарисеев с детьми. Бессмысленными. Бессмысленными, да. И нас тоже, иной раз, можно сравнить с такими детьми. За собой такое не замечал, что ты как ребенок поступаешь. Тебе одно толдочишь, ты в нем бес. На Христа, представляешь, такое говорили. А он пьет с мытарями и грешниками. Так, и ты так же мне. А ты у матери там наешься, пост я же за тобой не знаю. Че ты мне запрещаешь в пост есть. А сам лопаешь. Пузо того, какой у тебя. Это то же самое, ты вот такой вот. Приютили тебя, пригрели тебя. Тебе здесь плохо, ты не слушаешься. Я больной, я хромой. У меня на физическом уровне, все. Отправили туда. Ой, печка дымит, там холодно, замерзает. Я ничего не говорил. Ну, говорил, я как бы... Че ты отпираешься, это сразу. Ну, говорить-то говорил, ну, как бы я... Не против был и там жить. Ну, и там не против, и здесь не против. Ты нигде не против. Везде хорошо, там, где нас нет. Ну, как бы так. Ну, как бы так. Такая поговорка. Такая поговорка. Вот, и поэтому... А везде хорошо, там, где нас нет. Вот, а там, где мы, там везде плохо. Ну, вот, смешно тебе даже. Поэтому ты вот для себя-то возьми это толкование. Не тарабань у одного уха. Не будь детем несмысленным. Будь детем разумным. Детем Божьим. Вот, вздыхаешь. Висповедь, сейчас опять батюшка приедет. Вздыхай, готовься. Вот, что, вот, греховодник себе завидел. Припомнил, что не так делаешь. Раз записал, исповедовал этот грех. Уже благодать Божия снизойдет на тебя. Ты же крещеный. И Господь да, даст силы от этого греха тебе избавиться. Сегодня что, зарядку не сделал, пока я собаку гуливал? Да, одна рука болела. А рука болела. А поклоны делали, вдруг она у тебя исцелела чудесным образом. Что это такое? Я поклоны. Я же... Что? Я ничего, ничего. А на зарядке что ты ей делаешь? Гири не надо этой рукой поднимать. Здесь в поклонах ты прям рукой конкретно пола прикасаешься. Я прикасался, но я палец-то так вот. Он у меня больной. Ну, он клок кожи, клок кожи, клок кожи вот. Клок кожи. Выдрал и вот этот тоже. Ой, ой, ой. Ну ты дитё неразумное. Ты другой бы даже мужчина бы не обратил бы внимания на это. Не, ну... Привык плакаться. Я помню, как в этом... Ты привык, Вася, плакаться. С матушкой в больнице лежал. Ну, начни сейчас у тебя ещё там... Нигде. Все болячки собирать. Всё, знаем, что ты хитёр, Вася. Не надо. Ты хитрый и лукавый, и ленивый. Ну, он так же царапал. И что было? Его заражение пошло. Кровью. Палец отрезан. Кому? Или не один даже. Ну, мужику. Тебе? Мужику. Мужику. Ну, вот тоже царапины пошло. Тоже зарядку сделал и палец отрезан. Заражение пошло и он забыл, не наблюдал. Всё. Вот. Палец отрезан. Палец, заражение. А нам написано даже, ядовитая змея укусит, верующего, и не повредит. А тут царапинка какая-то, ты даже, ну, давай. Сарапин. Появление клеить, ты углядуешь, ой, там, буран, буран, мороз. Кожу срезал. Ага. Кулачок мяса волочится. Ах, Вася, Вася. Ну, если не наблюдать, я тебе пример привёл с царапинки, говорит, пошло, всё, заражение и палец обрезан. А я тебе другой пример привёл. Чё ж ты этот пример берёшь, а другой не берёшь. Змея ужалит и не повредит. Мухомор съедит и не повредит. А тут царапинка какая-то, заумирал. Ты же мужчина. Христианин. Христиан львам на съедение бросали. А они псалмы пели. А тут царапинка прям запомирал. Дитё ты неразумное, Василий. Ну. Ну. Всё. Кайся. Поблагодари Бога. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе, Христиан Божий. Аминь. Слава тебе, Боже наш.